Сегодня мы поговорим о воздушной гимнастике. Это уникальный вид спорта, который недавно пришел в наш город. Заниматься могут все. Детей мы принимаем от 3 лет и ограничений в возрасте у нас нет. Начинать можно в любом возрасте. Естественно, это будет начинаться с базовой подготовки и постепенно мы уровень повышаем. Это у нас воздушное кольцо, реалхуб. Сейчас мы покажем несколько упражнений, которые можно выполнять даже новичкам. В этом спорте задействованы полностью все группы мышц. У нас развивается гибкость, сила, выносливость, естественно, растяжка. Конечно, любые физические нагрузки и правильное питание помогают сбросить лишний вес. И этот вид спорта может полностью заменить все другие занятия, так как работает здесь все. И гораздо больше, чем на обычных тренировках. Тренировка должна быть минимум 3 раза в неделю. Длительность у нас час тренировки проходит. Но если идет подготовка к чемпионатам, естественно, время у нас увеличивается. Да, наши дети посещают чемпионаты Украины и привозят призовые места в категории спорт. Есть у нас 3 направления воздушной гимнастики. Это пилон, это aerial silks, воздушные полотны, и aerial hoop, это воздушное кольцо. Тут есть тоже свои особенности. Ткань обжигает тело. То есть, если мы на пилоне должны больше оголять тело, у нас идет сцепка с кожей, то на полотне мы должны, наоборот, полностью закрывать. Потому что ткань может травмировать нам кожу, может ожоги оставить. Мы смотрим по подготовке физической человека. И если совсем уж очень слабый, я рекомендую начать с флай-йоги. То есть, это тоже очень интересно, и оно более лайтовое, потому что aerial silks, там идет больше нагрузка. Флай-йога проходит на воздушных полотнах, и она более легкая для новичков, и там идет вытяжка позвоночника. Это очень полезно для здоровья.